Сегодня по обе стороны Атлантики дипломаты стран Запада проводят срочные консультации по ситуации на Украине. На экстренное заседание собралось руководство ОБСЕ, а в Нью-Йорке по требованию Киева и Вильнюса был созван Совет Безопасности ООН. Главная тема – возможное вторжение российских военных на территорию Донецкой области, о котором сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко. Данные уже подтвердили представители НАТО и Вашингтона. Всю последнюю информацию рассчитываем узнать от моего коллеги Евгения Маслова. Он выходит на связь от здания ООН. Женя, приветствую, вам слово. Да, Роман, добрый день. Совет Безопасности ООН ситуацию на Украине, с учетом появившейся информации о российских войсках на территории страны, обсуждает буквально в эти минуты. Заседание началось около часа назад и проходит в очень напряженной обстановке. В России дипломаты старательно пытаются избегать слова «война». Хотя из заявлений представителей стран Совбеза следует, что мало у кого уже сомнения в том, что на территории Восточной Украины находятся российские военные. И ситуация очень серьезная. До начала Совета Безопасности его члены старались избегать комментариев. Для прессы единственное, высказался представитель Великобритании. Он сообщил журналистам, что члены Совета Безопасности рассчитывают услышать от России объяснение по поводу того, почему ее военнослужащие находятся на территории Украины. Ожидается, что Совет Безопасности сегодня должен сделать свое заявление по этому поводу и определиться с тем, какая будет реакция ООН на действия российской стороны. Как известно, Россия пока все отрицает. Очевидно, что такая же позиция у Москвы и в ООН. Можно не сомневаться, что в ходе выступления на совбезе следует ожидать довольно резких заявлений в адрес России со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников. Роман? Женя, а как на всю эту ситуацию реагируют Соединенные Штаты? Были уже какие-то официальные заявления? Вы знаете, что касается реакции непосредственно Соединенных Штатов, то Госдепартамент уже высказался по этому поводу, дав понять, что у Вашингтона нет сомнений в том, что российские военные находятся на территории Украины. Представитель Госдепартамента Джим Псаки, в частности, заявила, что по данным американской стороны, на востоке Украины идет направляемая Россией контрнаступление. Это вызывает у Соединенных Штатов глубокую обеспокоенность. Госдепартамент также фактически обвинил Россию в нежелании говорить правду о том, что происходит на Украине, о своих действиях на Украине, мировому сообществу. Очевидно, что Россия таким образом может оказаться в еще большей изоляции. Сегодня мы ожидаем во второй половине дня официальную реакцию на сообщения российских военных на востоке Украины от президента Соединенных Штатов или от представителя Белого дома.